Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В ближайшее время намерено подать заявку по урожому. Программа Экономика. Конкуренция на рынке труда снизилась. Об этом сообщает компания Headhunter. По ее данным, в конце мая соискательская активность спала, число вакансий не изменилось. Сильнее вырос спрос на тех, кто связан с продажей и обслуживанием автомобилей. Еще два года назад эта сфера была в глубоком кризисе, но за последний год вакансий стало больше на 65%. Претендентов на каждую в среднем 3,5%. В целом же по Кирову на одну открытую позицию 6 резюме. Легче всего сейчас устроиться на работу в сферах продаж, банковской деятельности, медицине, фармацевтике, страховании. Самый высокий уровень конкуренции придется выдержать юристам, 14 человек на место, топ-менеджерам и студентам. Экономика. На 101 АФМ. Бизнесы хотят привлечь к ремонту дорог. Рекомендацию направит в Минтранс региональная общественная палата. В качестве примера приводится опыт Амутнинска, где местный металлургический завод бесплатно выделяет шлаг для подсыпки грунтовых дорог или участвует в проектах по развитию улично-дорожной сети. По мнению вице-президента ВТПП Леонида Перминова, который приводит портал Акиров, реальность этого небольшая, потому что предприятия вынуждены будут работы финансировать из чистой прибыли. Им нельзя будет легально списать эти затраты, то есть это будут очень дорогие деньги предприятий. Кроме того, они и так уже платят достаточное количество налогов и сборов во все виды фондов, из которых должны проводиться ремонты, считает эксперт. Экономика. К другим новостям. У кинотеатра «Октябрь» появился новый арендатор. Это музейный выставочный центр на Спасской. Кинозал будет сохранен, но там будут показывать старые фильмы. Кроме того, там разместится культурно-досуговый центр для людей старшего возраста, который должен покинуть площади в эко-ярмарке. Кинотеатр закрыт с августа прошлого года. Прежний арендатор некоммерческое партнерство «Смена» отказался от него из-за сложности с ремонтом, поскольку здание относится к выявленным объектам культурного наследия. Это накладывает некоторые ограничения. Экономика. На 101. В промпарк «Вятских полянах» могут вложить почти 400 миллионов. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра развития и предпринимательства торговли и внешних связей Ольга Чаузова. По ее данным, планируется, что объем инвестиций в промпарк «Вятских полянах» составит 380 миллионов рублей. Там будет создано 386 рабочих мест. В Игрограде эти цифры 46 миллионов и 93 рабочих места. В промпарк «Конвейер», который работает в Белой холнице, инвесторы планируют вложить 670 миллионов рублей. Число рабочих мест – 440. 638 миллионов направят в индустриальный парк в Лузе. Благодаря этому можно будет трудоустроить 576 человек. Однако Чаузова подчеркивает, что эти данные пока предварительные. Инвесторы могут изменить свои бизнес-планы. Узнать о долгах по налогам можно в МФЦ. Получить информацию можно бесплатно, предоставив паспорт. Сведения в МФЦ предоставляются физическим лицам по транспортному земельному налогам, по налогу на имущество физических лиц. При наличии долга там же можно распечатать квитацию и оплатить ее. Пока узнать о долгах в МФЦ можно только в Кирове. В середине июня услуга будет доступна и в офисах, расположенных в районах Кировской области. Программа «Эхономика». Коротко несколько цифр. 41 год – средний возраст работников в Кировской области. 10 миллионов рублей стоит ремонт одного километра дорог в Кирове. 4 миллиона рублей заработал в прошлом году руководитель областной прокуратуры Николай Журков. И о валютах. Доллар сегодня 56,99, курс евро 64,15. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.